Отсутствие дождей, летний зной, высокие температуры – все это наносит значительный урон сельскому хозяйству. Решение всем этим проблемам нашли в Первомайском районе. Здесь построили пруд-накопитель. Он занимает площадь около 30 тысяч квадратных метров. Глубина водоема – 4 метра. Сегодня мы даем 50% субсидии, компенсацию от Минсельхоза Крыма. И считаю, что это им даст полную уверенность в производстве кормов, которые будут обеспечены на весь период, который они сделают все в обороты. Проект состоит из скважины, пруда-накопителя, насосной станции с двумя агрегатами и трубопровода, проложенного по полям. Круглый год скважина качает воду в пруд. Орошение происходит через дождевальные машины. Специалисты отмечают, что это самый экологичный и экономный вариант защиты будущего урожая. Со скважины идет наполнение пруда-накопителя. Затем эта вода попадает вот сюда через два насоса. Это один рабочий, один резервный. Далее она идет по системе трубопроводов на поле и подключается к дождевальным машинам. Дождевальные машины ходят по полю с заданной траекторией и происходит орошение. Зимой пруд будет накапливать воду для орошения полей. Это позволит увеличить урожай кормовых культур и, соответственно, объем производимого молока. Это позволит орошать минимум 125 гектар площади, которая ранее находилась на суходоле. И получать урожайность минимум в 3-5 раз более, чем раньше. Хороший урожай – залог стабильной работы предприятия. А это и новые рабочие места на ферме. А это, собственно, виновники торжества. На предприятии 7 тысяч голов скота. Из них около 3 тысяч – дойные коровы. В сутки они дают 85 тонн молока. Весь процесс получения молока здесь автоматизирован. А у входа на предприятие установлен молочный автомат. Местный житель Денис Глодный давно оценил его удобство. Мне очень нравится покупать здесь молоко и дешевле, чем в магазине и вкуснее. Пруды-накопители – пример мудрого и бережного отношения и эффективного использования водных ресурсов в Крыму. А правильная мелиорация почвы – основа богатых урожаев. Ленуза Бурсиитова и Алим Сейдалиев. Телеканал «Миллет» Первомайский район.